Друзья наши далекие и близкие, всех приветствую на нашем YouTube-канале. Меня зовут Нина Кусман, это для новеньких. Я живу сейчас на юге Германии. Именно здесь, на берегах Боденского озера, в районе города Фридрисхаффен, и родился мой YouTube-канал, а потом появился и второй YouTube-канал. Этот же ролик без слов, он уже закачан пару дней назад на втором YouTube-канале, который называется Он Эворта Нина Кусман. Без слов Нина Кусман, пожалуйста, смотрите, он там представлен в варианте релакс. Еще в начале лета мы ездили на экскурсию в так называемый аквариум в городе Констанц на Боденском озере. Экскурсии были организованы для украинских мам с детками. Мэрия одного из пригородов города Мейерсбурга взяла на себя расходы по этой экскурсии. Ну, а я была приглашена туда в качестве переводчика одним из наших основных социальных работников, которые здесь же у нас в Оберторингене, различными вопросами, которые нужно решать с беженцами, не только с украинскими, разными афганцами, сирийцами. Ну, в общем, все люди, которые приезжают и ассимилируются, либо пытаются ассимилироваться в Германии. Что мы здесь увидели? Ледниковую пещеру, горный поток, Боденское озеро и несколько интересных видов животных, которыми можно было полюбоваться вблизи. Еще здесь можно понаблюдать за завораживающими лунными медузами, невесомо плывущими по воде. Здесь можно стать свидетелем загадочных кораблекрушений, понаблюдать за угрями, которые поселились у затонувших кораблей. А можно исследовать тропический риф и открыть для себя его симпатичных обитателей. Можно отправиться в увлекательное виртуальное путешествие к Красному морю, а еще открыть для себя тропический лес и его экзотических обитателей. Ну и, наконец, отправиться в увлекательное путешествие в Антарктиду и познакомиться с забавными папуасскими пингвинами. Папуасские пингвины – это особая изюминка этого комплекса. Они неуклюже ковыляют к воде, зато потом они мчатся по воде с молниеносной скоростью. И живут эти обитатели здесь уже с 2017 года. Кстати, пока я монтировала ролик, начался ремонт, и пингвины уехали до 2023 года в Британь, в город Брест, в Океанаполис. Океанариум в Констанции работает без выходных с 10 до 18 часов. Обычно на посещение нужно потратить час-два, в зависимости от возраста ребенка, если вы с детьми. Как и везде, есть, конечно, магазинчик, где можно приобрести совершенно разные сувенирные ненужности. Наша группа была с детьми, мы вышли из Океанариума. Кстати говоря, дети сказали, что уже проголодались. Лично я хотела бы уже что-нибудь перекусить. И мы пошли тихо-мирно в центр Констанца и стали присматривать себе кафе или ресторанчик, где можно поесть. Но, ребята, в самом Океанариуме, когда вы ходите, и если Океанариум обойти справа, там есть пару кафе, где вы можете и выпить капучино с какой-нибудь вкусняшкой, и съесть пасту или пиццу, что, собственно говоря, мы в итоге нашли потом в центре Констанца. Поскольку наша группа была организованная, у нас был автобус. Автобус нас привез, обогнув Боденское озеро, привез нас в город Констанц. Обратно мы ехали уже через Боденское озеро на пароме. Оказалось, что на пароме проезд дороже. Из нашего города Оберторинген рядом Маркдорф, Фридрисхаффен ходят 700-й автобус, либо Равенсбург ходят 700-й автобус, который погружается также на паром и доезжает до города Констанц. Начался уже сентябрь, и уже не действуют те дешевые билеты по 9 евро, которые позволяли в течение целого месяца путешествовать по Германии. Решение обведения проездного, который действовал в течение трех месяцев, было принято в рамках пакета помощи федерального правительства. Проездной на самом деле помог немцам. Исследование показало, что в большинстве крупных городов Германии снизился дорожный трафик. В июле пробок было значительно меньше, чем в мае, то есть до введения билета за 9 евро. На данный момент власти земель в Германии пока не смогли договориться о продлении билета. Был проведен опрос, 55% жителей Германии хотели бы продлить действие билета, против высказались 34%. 34% скорее всего это жители деревень типа наших, где автобус ходит раз в час, либо пару раз в день. С другой стороны, лето закончилось, заканчивается уже отпускная пора. В некоторых землях уже начались занятия в школах. У нас в регионе Баден-Вюртемберг занятия начнутся 15 сентября. Почему 15, а не 12, например, с понедельника? Потому что считается, после долгих летних каникул для школьников это будет стресс. Сразу начинать учиться полную учебную неделю. Поэтому многие школы начинают занятия со среды или четверга. Ну а администрация начинает работать с 5 сентября. По крайней мере, у нас в регионе Баден-Вюртемберг. Анкету для поступления в школу можно распечатать на сайте школы и бросить в почтовый ящик. Аналогичная схема существует и для поступления в садик. В первый класс в Германии детки идут с 6 лет. Кстати говоря, на прошлой неделе я занималась подобным вопросом. В Ратуши мне объяснили подобным образом. Если ребенку 6 лет, он идет в первый класс в Грунтшуле. Если он по каким-то причинам еще не готов к школе, то в детский сад он все равно не идет, а идет в адаптационную школу. Цель этой школы подготовить ребенка к обычной школе. Возникал встречный вопрос, если ребенку 7 лет исполнится только в ноябре месяц. В Германии, как причем и в Швеции, я смотрю одного блогера. И в Швеции тоже учитывается не месяц рождения ребенка, а год. Именно в этом году он и идет в школу. Родился он в начале года, либо в конце. Без разницы. Но, как обычно, может быть и не часто, а правила обрастают исключениями. Как раз моим очень хорошим знакомым, с ребенком, у которых я работала тоже летом, объявили в джоб-центре, что девочка может продолжить еще в этом году ходить в садик. Но это, опять же, детки украинские. А вот детки, которые уже в Украине учились, тоже есть у меня здесь знакомые во Фридрисхаффене. Девочка отучилась в Украине два года. В Украине принято такое решение, что детки, которые оказались не дома, на территории других стран, они могут продолжить обучение на удаленном доступе в своих школах в Украине. Я уже в прошлом году сталкивалась с таким вопросом. Опять же, у моей знакомой сын учился, он должен был учиться на удаленке в украинской школе, и в то же время он должен был посещать здесь немецкую школу, потому что в Германии, если ребенок школу не посещает, это наказуемо. Это и штрафы, и ребенка вообще могут забрать у родителей. А по поводу штрафов. Штрафы зависят от земли. Наказание может стоить и 1000 евро. Самые дорогие штрафы в Берлине и в Бранденбурге – это до 2500 евро. А вот в славном городе Бремен штрафы вообще поделили до 500 евро для ученика и до 1000 евро для родителей. Интересно, каким образом ученик расплачивается? Может быть, он должен заработать эти деньги? А вот еще из моего тоже личного опыта. В немецкой школе наказуемо не только, если ребенок опаздывает в школу, но и если он приходит очень рано. Если ребенок пришел очень рано, и его обнаружили у дверей школы, ему тут же вызывается человек, который находится на должности киндербетроинг. Помните, я вам рассказывала, ребенок в немецкой школе обязательно все равно должен быть под присмотром. Итак, например, в нашей школе, в Оберторингене, если вы по какой-то причине отправляете ребенка ранее, чем обычно, в школу, например, на час, и вы об этом заявляете заранее, то вы должны будете оплатить в месяц 10 евро. Но вы должны будете заплатить 10 евро в день, если у вас ребенок просто сам по себе непредсказуемо пришел, вот, например, сегодня на час раньше. И ему быстренько вызвали этого специального человека под названием киндербетроинг. В общем, шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, это все карается, ребята. Боже упаси, опоздать за ребенком. Если говорить о детях иностранцах, так как большинство школьников, беженцев, например, слабо владеют немецким языком или совсем его не знают, обучение детей беженцев в Германии обычно начинается в специальных, подготовительных, так называемых переходных, приветственных классах. Во многих учебных заведениях такие классы уже существуют, как правило, наверное, в крупных городах. Кроме того, ведется работа по открытию дополнительных. В таких классах учеников обучают немецкому языку, чтобы в дальнейшем они могли продолжить образование в школе в Германии на общих основаниях. Это первый вариант, который могут предоставить для иностранных дет. Второй вариант, он присутствует как раз в нашей местной школе. Ребенок приходит в общий класс с немецкими детками, и он очень быстро, как правило, приспосабливается, адаптируется. Он быстро начинает узнавать немецкий язык, тем более, что первый класс в немецкой школе он более такой игровой, нежели чем учебный. Но, тем не менее, мне кажется, что для ребенка иностранца это в любом случае более сильный стресс, потому что ребенок, конечно, он не знает языка. Ему какое-то время приходится адаптироваться в новой, абсолютно новой среде. А еще также возникает очень хороший вопрос. Я уже с ним тоже столкнулась. Если ребенок идет в первый класс, например, в немецкую школу, каким образом он будет изучать свой родной язык? Ведь, разумеется, он хотел бы научиться читать и писать на родном языке. Ребята, как всегда, вопросов больше, чем ответов. Но посмотрим, каким образом будут развиваться события. Все, что знаю, всем поделюсь. Я на самом деле хотела бы поздравить всех первоклассников и продолжающих учебу. С сентябрем на постсоветском пространстве школа уже начала работать. Ну а тем, кто оказался далеко от дома и пойдет в новую школу, познакомится с новыми друзьями, будет изучать новый для себя язык. Я желаю вам всем удачи, родителям сил и терпения. Школа – это всегда прекрасно, это всегда знания, это всегда что-то новое, это новые друзья, либо долгожданная встреча со старыми друзьями. У меня о годах учебы в школе, в институте, в университете всегда самые, самые нежные, самые приятные воспоминания. Я вам тоже желаю, чтобы ваша учебная жизнь, она тоже состоялась. А еще я желаю и родителям, и детям из любой ситуации все-таки находить какие-то позитивные моменты. Мы все равно самые позитивные моменты когда-нибудь будем вспоминать. Я не знаю, как вы, друзья наши далекие близкие, но я, например, я очень люблю осень. Осень – это пора новых открытий, это пора новой учебы. Как правило, обычно в сентябре мы возвращались с каникул, из отпуска домой. Давайте посмотрим, что нам принесет эта осень. В этой жизни мы вечные ученики. Посмотрим, чему нас научит эта осень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok